мы приехали в калининград и я думаю что эти ступеньки они еще до военные потому что сделаны из брусчатки и уже не в хорошем состоянии но это какая-то вот я не знаю история очень интересно такой тут парк большущий но мы пришли не в этот парк мы пришли в другой нам надо будет часто спуститься и наверх подняться наверх вот тут ручеек красотища вот мы и подходим к парку чебурашка где чебурашка сейчас будем кататься на каруселях до века будешь кан пошли дальше все сейчас кан будет вику катать а папа алису все поехали да 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 где там наш к ночь там с другой стороны все ничего не видно может так будет лучше чуть-чуть видно но они быстро так пролетают детки что их толкова не видно налопались мороженое теперь будем на гусеницы и как и и и и и и и и Еще раз. Сейчас по верху поедут. Вон. Вот тут уже Виктор катался с Викой. Сейчас дети опять побежали на гусеницу. Понравилось им так. Но сам парк не очень большой. Ну вот. Ну, хватит. О, откуда ты появился? Парк юности мне чуть-чуть больше нравится. Там побольше аттракционов разных. Ну и как-то все поновее, что ли. Ну и тут можно нормально погулять. Тут рядом просто парк, в котором можно погулять, походить. Свежим воздухом подышать. Ну, как-то так. А карусели стоимость. Карусель, ну, примерно 200 рублей. Где-то в среднем. За один раз покататься. Ну, терпимо. Так как мы каждую неделю в Та не приходим. Может, два раза в год. Можно покатать детей. Но что стоит, грубо говоря, одно мороженое. Ну, маленькое, как сказать, шарик один мороженого. Если я перевела сейчас, мы заплатили 1,50 евро за вот одну штучку. Считаю, что это очень дорого. Мы не в Германии, мы в России. Ну, ладно. Так как это не каждый день, слава богу. Думаю, дети заслужили. Иногда покушать и такое мороженое. О, кошечка наша бежит. Домой просится. Нет, пока не пойдешь домой. Пошли гулять. Пойдем. Пойдем погуляем. Пошли. Пойдем гулять. Она у нас... Ну, когда тепло, на улице. Причину вы сами знаете. Повторять я не буду. А, а может быть, многие не знают. Не все же у меня на телеграм-канале. У нас у Вики почему-то вот аллергия какая-то вот открылась. Красные щечки и ручки. Вот. И с тех пор, как мы вот кошку начали выпускать, ей стало лучше. Но кошка ужасно не хочет ходить на улицу. Ну, она как бы не привыкла. Но вроде сейчас себя уже ведет более нормально. Более нормально. Да? И кратится. Так. Давайте одно за другим буду рассказывать. Что я вообще рассказывала? Где я начала? Начала я... Были мы сегодня на каруселях. Все понравилось. Все классно. Хорошо. Вот. Приехали... А, потом мы поехали в вкусно и точка. Это наш Макдональдс российский. Мы всегда смеемся за того имени. Нам так непривычно. Вкусно и точка. Вот. Потом... Что мы еще делали? А, ну да. Пошли покушали. И затем... И затем... Ой, сейчас кошки. Две кошки. Они сейчас встретятся. Встретятся две кошки. Может быть. Черная и белая. Но не белая, а кремовая. Вон, вон. Она уже... Вон, видите? Она уже белую кошку увидела. Сейчас посмотрим, что они делать будут. Так вот. Приехали мы домой. После того, как покушали. Сарочке, конечно, тоже с собой привезли. И бургер, и картошка фри. Короче, чтобы она не... Как сказать? Ну, не то, что обижалась. Но, чтобы всем и ей, значит. Вот. Ну и... Как бы... Все хорошо. Но мы сильно почему-то утомились. Я не знаю. С Виктором пошли. Покемарили. Поспали чуть-чуть. Встали. Вот вышло подышать свежим воздухом. Потому что... Ну... У нас очень-очень давно уже не было тепло. Поэтому вот сейчас потепление. И прям хочется на улицу, на улицу, на улицу. Ой, ты моя шладкая. Ой, ты куда-то полезла. Ой, скажи, я могу тут и лазить, и ногти точить, и все. Боня, ну-ка домой. Боня. Ну-ка быстро домой пойдем. Вон, видите, за забором убежала на улицу. Но она у меня послушная. Вот. Иди сюда. Куда ты пошла? Там машины. Ай-яй-яй-яй-яй. Бессовестная женщина. Они так играются вместе хорошо. Ну, Бонька и с черной кошкой играется. Кто такая черная кошка, это тоже наша кошка. Это та самая история, когда я спасла шесть котят, чтобы их не утопили. Забрала всех шестерых к себе, вырастила, определила в хорошие руки. Двоих оставила себе. Ну, которые две остались у меня. Как бы я не выбирала их себе, а просто чисто какие останутся, такие останутся. Вот эти две остались. Черненькая была и трехцветная. Идет, идет. Вот ей же интересно, как так, если никто не играет. Что-то такое тут, что упало, надо это убрать. Вообще не люблю, когда вот так вот в огороде. Вот. Но трехцветная, после того, как мы их стерилизовали, ну, ну, или кастрировали, не стерилизовали, ее и другую кошечку, мы их передержали еще в доме, чтобы рано зажили. И после этого... Во, 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 во. Ага. Что, белая ее гоняет? Смотрите, белая ее гоняет. Вот это да, вот это поворот. Хотя та черная постарше. Беленькой, наверное, если не ошибаюсь, на целый год старше она должна быть. Живность наша тут бегает. Так, ну, что я рассказывала-то? А, ну, и кошечка та трехцветная, она, к сожалению, пропала. Не знаю, куда она делась. Мы ее на дороге не нашли, и... Может, кто-то к себе домой забрал. Она была очень красивая, пушистая такая. Бетти, она бы со всеми... Ой, ой, ну вот, она играться хочет. Она бы со всеми бы игралась. Ей все интересно тут. Первые дни, конечно, когда она выходила, была катастрофа. Она прям домой сильно хотела, забегала домой. Обижалась на нас очень сильно, что мы ее выкидывали. Но сейчас вроде бы ей лучше. Уже подпривыкла. Да? Скажи, теперь я буду тут хозяйка. Я хотела... А вот собаки, они видят Бетти, они на нее гавкают. Она черно-белую не гавкает. Уже привыкли к ней. Кстати, сегодня машину забрали. Стояла машина у нас 10 дней. Папа забрал с аэропорта людей. Ну, потому что я... Сегодня такая хорошая погода. И вчера проработали весь день. Ну, Виктор дома с этим покрытием. И как бы, ну, я говорю, надо сегодня детей куда-то вывезти. И поговорила с папой. И он согласился забрать людей с аэропорта. Ну, а потом он их привез, забрал, привез, и они сами поехали гулять. Ну, а если бы мы поехали бы только, грубо говоря, к четырем, тогда уже было бы поздно, пока бы мы домой приехали с детьми. Вот, а они по друзьям поехали, по знакомым. Они могут там хоть до девяти часов вечера сидеть дома. Вот. Поэтому решили так, таким способом это все решить. Вот. Все? Бетя. Она за мной ходит, как хвостик. Вот я гуляю, а она со мной гуляет. Она пасется, чтобы домой. Домой, домой. А я вот, как всегда, не причесанная. А знаете, мне нравится. Я помню, когда я только начала влоги снимать, у меня были такие вот короткое коре блонд. Сейчас как посмотрю, думаю, бог ты мой. Так мне намного больше нравится. Мне кажется, мне красные волосы идут. Ну, или рыжие. Больше. И длина мне лучше нравится, больше нравится. Вот так вот потихоньку и меняемся. А я заканчиваю этот влог, чтобы вы его сегодня посмотрели. Всем еще хорошего вечера. Люблю вас, целую. До завтра. Пока-пока.